Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По словам Калышницыной, представитель ипотечной корпорации Яна Михненок обещала решить вопрос о предоставлении жилья большей площади при расселении дома. Цена вопроса составила 380 600 рублей. Процесс передачи денег Долгополов и Калышницына сняли на видео, часть которого была продемонстрирована в суде. Мехненок заявила в суде, что сказать такую фразу ее надоумили Сергей Рылов и его зам Татьяна Тараскина. В ходе заседания суд просмотрел несколько дисков с записями встреч Яны Михненок с Сергеем Рыловым, где они обсуждали, что говорит следователям про судьбу денег, взятых у Долгополова. Как пишут бизнес-новости, на следующем заседании суда Сергей Рылов заявил ходатайство о проведении прокурорской проверки по поводу исчезновения из материалов дела диска, сведя записью обыска в офисе ипотечной корпорации. Напомню, 15 ноября прошлого года полиция обнаружила в кабинете Рылова упакованный арсенал огнестрельных патронов. Судья Сергей Масленников удовлетворил ходатайство обвиняемого. Программа Экономика. 18 756 рублей в месяц в среднем зарабатывали жители Кировской области в январе-июле этого года. Как сообщает Кировстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальные доходы кировчан выросли на 9%, реально располагаемые лишь на 1%. Тратили жители области в среднем 18 200 рублей в месяц. Из них потребительские расходы составили 14 тысяч рублей. Администрация города намерена расторгнуть договор еще с двумя киосками, торгующими перцовыми настойками. Сотрудники мэрии провели очередной рейд по объектам нестационарной торговли. Вместе с журналистами чиновники побывали у киосков на Некрас-18 и Лепсе-58, сообщает портал БМ Киров. Проверяющие обнаружили, что в первом из них в открытую продается перцовая настойка, что является грубым нарушением. Замначальник Атеруправления по Ленинскому району Сергей Торхов отметил, что по данному объекту уже имеется решение суда. Однако предприниматель Кашина в июне подписала мировое соглашение, пообещав привести в порядок киоск. По словам Торхова, мировое соглашение с Кашиной будет расторгнуто и начнется подготовка документов на демонтаж объекта. Что касается киоска на Лепсе-58, то проверка показала, что там в открытую торговали не только так называемыми перчиками, но и пивом. Судьба объекта сейчас решается. Курс валют по данным Центрального банка на 17 сентября. Доллар 38 рублей 71 копейка. Евро стоит сегодня 50 рублей 6 копеек. Мария Петухова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Новости экономики в Кирове. Новости экономики в Кирове. А у нас уже нельзя. Совершая подписка. Продолжение следует...